Снова с вами ОМЗАП. У нас сегодня интересный случай. Киев Прайм. У нас мотор Д4ХА, 2 литра, турбодизель, евро 6. Пробег у нас 79,276. Смотрите, здесь какая штука. Здесь будем сейчас снимать двигатель. Двигатель снимаем. Весь разбирать полностью не будем. Сразу снимаем головку блока цилиндров и будем смотреть, что случилось. Опять же, будем предварительно делать какие-то выводы. Ред история этого авто. Это авто было куплено в Казахстане. То есть люди купили его. Оттуда уже с Казахстана дали тест-планы на ремонт топливных форсунок. Кто это делал, зачем делал, непонятно. И здесь, уже здесь у нас в России, уже, знаете, даже не в минус 10, а плюс 10 начались проблемы с запуском двигателя и с его работой. То есть она заводилась плохо и шел сизый дым. Наш клиент был в других сервисах. То есть смотрели там шину свечей накала, как обычно, свечи накала и так далее. То есть по топливной системе что-то проверяли. Дошли до того, что сделали эндоскоп. Смотрели мы там фото, видеоотчет. Ну, не совсем качественный, непонятно, что там как. Вроде бы залазили в цилиндры. Было предположение, что во втором цилиндре не хватает компрессии. И что-то там с поршнем. Вроде бы как он... Задиров нет. Есть хон. Все вроде бы как в порядке. Но они... У нас, когда производится эндоскоп, мы сперва... То есть опускаем поршень. И эндоскоп дает возможность вывернуть внутри камеру. Посмотреть, что с клапанами. Что с головкой. И также мы можем посмотреть, что с поршнем. Но там нам дали всего один отсчет. То есть только по поршню, как внизу было. Сделали замер компрессии. Компрессия во втором цилиндре была 18. Во всех остальных она была 24-25. Для этого двигателя H-A и H-B еще раз напомню много-много раз всем. Потому что очень много случаев было, когда делали капремонт. Потому что мерили и видели компрессию 20-23. Это норма. То есть от 19 до 25 это норма. Вот уже 19 это как бы уже плоховато. В 18 уже плохо. Сейчас так как становится холодно, все встает хуже и хуже. Поэтому наша задача, опять же вот по нашим уже отзывам, по нашим видео. Клиент все-таки после того, как мы здесь сделали замер компрессии, приехал к нам. Теперь мы снимем мотор. Еще раз напомню. Снимаем головку и смотрим, что делать. И будем, как всегда, будем делать подсчет, что нам будет дешевле. Мы будем полностью разбирать мотор. Либо бывают случаи, что нет смысла. Мы ставим контрактный или ставим новый. Например, ну вот такие вещи как бы. А сейчас, в принципе, все. И самое главное. То есть, наверное, мы узнаем, в чем вся была история. Зачем и кто, по какой причине туда вообще делал ремонт форсунок. Может быть, это был гидроудар. Что-то происходило с машиной. Не знаю. Может быть, плохое топливо где-то там в какой-то стране. Но в итоге вот такая сейчас проблема. Мотор скидываем полностью. Опускаем. Машину готовим на выезд. Выкатываем и снимаем головку блока цилиндра. Либо будет вариант вот такой. Опять же, это кто как хочет. Если клиент хочет, пожалуйста. Он уже здесь, клиент тоже посмотрел на этот мотор. Также мотор у нас есть новые как H-A, так и H-B. Смотрите, как он идет в первой комплектности. То есть, он имеет у нас шкив коленчатого вала, датчик коленвала, заглушку под ТНВД. То есть, с цепями уже весь собранный. Либо будет вариант вот такой. Ну вот, при разборке решили заснять первые моменты казахских сборщиков. Да, был выброс. Сейчас возьму свет. Из второго цилиндра, то есть, так как компрессия была занижена, видно, что там, не знаю, вот как-то надо заснять, что оттуда летели какие-то непонятные частицы, то есть, чего-то. Но я не думаю, что это поршень, то есть, это масло, сгустки какого-то, то есть, не сгоревшего топлива. Все это свернулось, все стало таким сухим. Потом она отсюда попадала через коллектор, также в клапан EGR. Здесь такие знаковые вещи, как, смотрите, прокладочка теплообменчика вот такая. Чисто, вот она, такая казахская прокладочка. Вот такие вещи, как впускной коллектор. Видно, что машину делали просто собрать и продать. Прокладка впуска была на герметике, то не допускается. Вот он у нас, коллектор также. Здесь тоже видим, вот они куски. Отваливаются здесь, на втором. И в клапан EGR попадала. Также забило этой же грязью, вот он у нас теплообменник. Вот она, не знаю, что с этим будем делать, как это все будет вычищаться. Непонятно, не ясно. Так, тут у нас этот теплообменник, опять же, с прокладкой на герметике, на бумажном. Не знаю, куда делась металлическая. Смотрите, с турбокомпрессором. Вот выброс был из турбины. Вот так вот все страшновато выглядит. Даже немножко лопатки. Она немножко такая, как... Она чуть не крутится, да? Она крутится. Дело в том, что она немножко подскусывает. Но я думаю, что она цепляется именно лопатки за... Да, за грязь. Попробуем прям такую жесткую какую-то химию залить. И если все отойдет, то оставим. Потому что осевого радиального люфта нет. Есть, говорю, такие моменты, что она немножко подкусывает турбинка. Поэтому зальем ее химией и попробуем что-нибудь сделать. Здесь что? Здесь, как обычно, у нас есть моменты. Вот потекает патрубок охлаждения. Здесь, здесь какой-то был патрубок. Уже, скорее всего, даже была эмульсия. Один, нижнее охлаждение. Ну, так в целом... В целом, вот разбираем. Сейчас осталось чуть-чуть. Снимем головку. Потом завтра уже ждем клиента. Сегодня он нас не дождался. Завтра будет клиент. И с ним уже будем решать. Смотря, что мы там увидим. То есть проблема с головкой. Проблема с шатуном, с цилиндром, с поршнем. Сюрприз. Пока это сюрприз, поэтому будем ждать. О, смотрите. Еще момент пока появилось. Смотрите, это Евро-6. Евро-6 здесь удаляли экологию уже. Удаляли не мы. Удалили варварски. Там похабно много не хватает болтов. Уже часто боремся с этим. Допустим, в нашем техцентре это делается. Допустим, если мы удалили экологию, то визуально никто не увидит ни сварочных швов, ничего. То есть все провода, все будут на месте. Здесь, помимо того, что все оторвано, отрезано, не хватает болтов, что-то сорвано, перепутано. Это у нас вот здесь, на этой стороне. Все, как обычно. То есть путают болты, вырывают резьбу. Вот здесь на коллекторе должна быть... Где же она сейчас? Подожди. О, вот он коллектор. Вот здесь должна быть шпилька. Вкручена быть. И здесь должен быть такой высокий выступ. Его просто спилили. И вся вот эта экология у нас держалась ни на чем. То есть там по центру у нас гайка. Шпилька должна выходить. И прикручиваться гайка. Этого не было, к сожалению. А мы-то, да, здесь... Да, мы постоянно видим, что люди удаляют, не хотят толком нормально что делать. Все, переломано, отломано. Люди приезжают с жалобами после удаления экологии, что надо исправить. То есть какая-то вибрация, что-то трещит, гремит там на горячую, на холодную. Какие-то газы идут. Вот это очень часто сейчас тоже. Вот эти массово... То есть удаляют экологию, евро-6. И если удалить это не в проверенном месте, то вот постоянно получаются вот такие вот проблемы. И вот эти косяки приходится все исправлять. Так, еще, смотрите, пока здесь решил... Вот это, смотрите, вот это корпус масляного фильтра. Вот он. Он же теплообменник к нему подходит сзади. Это масло двигателя обменивается теплом с охлаждающей жидкостью. И на евро-6 они придумали такую вещь, как датчик температуры масла. Вот он стоит. Он у нас нужен для экологии, для евро-6, для мочевины. И снимали мы уже такое видео, было у нас, да, когда именно вот этот датчик вырывает вместе с бронзовой втулкой из корпуса. Он выскакивает, резко выливается все масло, и двигатель... И клиник. В таких случаях, если экологию удалили, отшили, чтобы у вас этого не произошло, точно такой же теплообменник можно поставить от евро-5. От евро-5 или евро-6. У нас что будет следующее? То есть все будет точно такое же, только без датчика. Вот такой хвостик, он у нас идет на уровень масла. Двигатель вот этот маленький, а вот этот большой идет на температуру масла. То есть, когда экологию удалили, по сути, он не нужен. Но на моторах H-A и H-B остается большой, огромный риск, что этот датчик, даже если он не работает, его сейчас отшили, есть риск, что его вырвет из корпуса полностью, прям с бронзовой втулкой, но он не открутится, просто вырывает его. Выливается масло, и он клинит. Вот такая есть новая очередная болезнь, проблема именно в теплообменниках евро-6. То есть, неважно, это Карнивал, Палисад, также вот Праймс, Соренто, все, старее, старее, точно, такой же. Все, я открутил, сейчас буду снимать. Только одно но. Я здесь увидел новое казахское ноу-хау, которое прям привело меня. Может быть, они даже гении, знаете. Видите, на машинах после 2016 года, Евро-5 и Евро-6, при замене ГРМ на двигателях H-A и H-B, вместе с цепями меняется шестерня ТНВД. Многие видели и слышали, да, у нее резиновый демпфер. И именно благодаря этому демпферу, который резинка становится жесткая, его разбивает, кусает, потом подкидывает цепь, и буквально через 40 тысяч может появиться точно такой же звук, как у вас появился там на 70, на 80, да, и это прям проблема. Это реальная проблема. Многие хотят ее убрать, а убрать не могут, потому что насос-то НВД, они сделали другой вал, то есть вал чуть толще под шестерню. И если мы возьмем старые машины, то есть с 2010 по 2015 год, да, Евро-4, у них эта шестерня обычная железная, и эти люди ездят по 350-500 тысяч на одних цепях. Точно такие же цепи, и они прекрасно на себя чувствуют. Но те, кто уже свежие, именно с этой шестерней меняют в лучшем случае 100 тысяч, а то и чаще. То есть это происходит чаще и чаще. И вроде были варианты, чтобы, допустим, поставить шестерню старого образца, но для этого нужно было поставить насос. Насос можно, да, приобрести старого образца, там, не знаю, на разборке, купить новый, его поставить, просто меняем дозатор и поехали. Все, один в один. Ставим шестерню и катаемся на цепях от 175 до 350, ну, к примеру, так. Но эта машина заехала, она идеально работала тихо, и когда я разобрал, я увидел вот что. Добрые казахи просто сточили болгаркой эту резину отсюда, и проблема ушла. Я так понял, что вот они следы, они прямо ее сточили, то есть вот они, они убирали, они прямо стачивали резину. То есть они ее вырезали или оторвали, то есть вот они следы, то есть здесь был резиновый демпфер, они ее вырвали, и эта машина была на диагностике, была сегодня опять же здесь, и у нее никаких проблем, то есть с цепью нету, то есть ничего не шумело, хотя видно по нижней цепи, что натяжитель-то уже вышел, то есть если отталкиваться от других, то есть многие, те, кто не в курсе, на H-A и H-B, допустим, если кто-то перепутает с D4-C-B там, или с каким-то еще G-3, то там выход сантиметр-полтора, то есть вот это уже считается, то есть износ, то здесь, здесь, допустим, миллиметров 5-6, это считается уже много, то есть выход. Че, пробую. И сюда. Тут тоже не лучше, вот у нас первый прям сухой, третий, а второй что-то не очень. Сейчас тряпочку возьму. Так, протираем второй. И что мы тут видим? Ну, визуально клапанишки, все хорошо. Дырки здесь нет. А, мне кажется, дырки уже нет. Нет, это какой-то налет, который вот как раз. И вот немножко в четвертом тоже. Тоже он немножко такой сыроватый, но не трещин никаких. Они и не просажены, ни вниз, ни торчат, ни вверх. То есть если был загнут, то не смещённые. Ну, ладно. Опять сейчас скажут. Весь песок туда. Что-то мне подсказывает, что... А, ну что, конечно, прокрутие может, что подсказывать. Ещё и такой вариант. У них лопаются поршня. Может, поршень лопнул. Так, кстати, вот здесь у них обычно пропускает треть, четвёртый, но вот здесь прям прекрасно. Вот, с другой стороны тоже. Всё шикарно. Прокладка родная. Прокладка, когда устанавливаете, дело в том, что сила с притяжения очень высокая и стальная прокладка многослойная, чтобы она не стала гармошкой, её необходимо смазать. Для этого есть специальное средство, то есть либо вы можете использовать, я не знаю, ну, какую-нибудь смазку. Выдашку жирную, кто-то литол использует, раньше графитку использовали, но не стоит этого делать, сейчас для этого есть специальные смазки. Прямо с баллончика распыляются прокладку и укладываем. Короче, ничего не увидели, сейчас дальше смотрим. Ну, ладно, хоть вот раз не насыпал песка туда, как всегда. Да, как обычное дело. Так, по поршням здесь. Оп! А, ну тут нет, антифриз попал. Не-не-не, ничего там нет, опа. Ничего страшного нет. Где-то с веточки? Наша задача посмотреть, нет ли трещин. Трещины бывают прямо с камерой сгорания. Поднимаем, короче, крутим. Так, ну вот смотрите, сразу не стал поднимать вверх поршень, видно, что в третьем у нас есть хон, и вообще проблем никаких нету. Во втором задиров нет, но хон отсутствует. И какие-то там такие капельки, как будто она где-то долго стояла, там, знаете, когда охлаждающая жидкость, бывает там стоит в камере сгорания, то есть, ну вот именно в цилиндре. И вот такие нехорошие какие-то следы там есть. да, то есть там ничего не, вроде, задиров нету, но что-то там нехорошее. Крутим, 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 крутим. Вот он, поршень поднялся. И смотрим. И мы видим, что да, все верно, поршень ниже. А, допустим, как нам предоставляли видеоотчет там с типа другого сервиса, что якобы у них там что-то не то, чтобы он, они говорят, он наоборот выше. Ну и это нет, это не трещинка, поршень весь просто он здесь долгое время работал без этого. Видимо, что-то здесь произошло, случилось. Скорее всего, все-таки был гидроудар и гидроударом по охлаждению здесь не пахнет, потому что я не вижу с прокладкой все идеально. Прокладка родная, заводская. И проблем тут визуально вообще нет никаких. Так, ну вот, к примеру, сейчас получается у нас вот этот поршень выступает. Так, как нам положить ее так, чтобы ты мог как-то видеть. Так, вот она у нас сейчас получается. По максимуму вот она ВМТ, то есть поршень должен выступать у нас из блока чуть-чуть, а этот сидит ниже. И прокручиваем, смотрим, как поршня у нас первого и четвертого цилиндра. оп, и вот она опять ВМТ. И вот здесь все выступает как положено. Все. Однозначно был, скорее всего, топливный гидроудар и шатун согнуло. Потому что если бы разбило там вкладыш, палец, мы бы услышали какой-то звук, стук, а у нас ничего нет. Все прекрасно работает, двигатель тянет, вообще все шикарно. После гидроудара вкладыши будут под вопросом. Также сам будет поршень под вопросом с пальцем. Шатун понятно, что на выброс и вкладыши тоже туда же пойдут. Колено. Колено. Колено могло тоже согнуть, могло появиться какое-то биение. Вот. Надо будет его полностью снять и отдать на промер. то есть именно на кривизну не согнули. Сейчас по идее можно знаете тоже как бы подкинуть новый шатун с вкладышем, поставить поршень. Вот здесь правда опять же нет хона, надо мерить насколько там выработка у нас. Опять же поршень вытащим, посмотрим, что с кольцами. Один не гильзуем. Вот. это неправильно. Ну и вот как-то все полностью разберем и посмотрим, что там будет. Ну то есть после гидроудара, чтобы в дальнейшем не было проблем, опять же он не развалился, надо будет понятно, что поршень, палец и шатун мы сразу выкидываем, а вот коленчатый вал, все остальные вкладыши все уже будем мерить. Ну вот на этом и в принципе закончим. И на этом наверное закончилась покупка этого авто, получается это корейское авто, которое вошло в Казахстан и то есть его купили как корейскую машину через Казахстан а получилось что вот так. Я не думаю что в Корее кто-то его там перебрал вот так сделали наверное в Казахстане. Сейчас очень часто слышу о том что оттуда скорее привезти и растаможить очень сложно и дорого машины поэтому оттуда тащат всякий хлам может быть даже проблемы уже были в Корее с ним его просто оттуда неисправно притащили в Казахстан там его слепили и продали ну вот как-то так поэтому придется вот все чинить ну все на этом заканчиваем всем пока субтитры